всем привет сегодня просто поиграем мою любимую игру clash royale вот все выходные сидел и занимался этой ерундой не знаю насколько это можно сказать отдых ну вот такая вот игра есть конечно да я проигрываю я очень расстраиваюсь так с чего начнем игру рассказать об игре для тех кто не знает что это игра ну когда устанавливаешь эту игру там инструкция есть для новичков легко и просто будет разобраться если вы ее скачаете установите входим в appstore как находить ее clash royale clash royale типа битва королей называется вот есть разные три причины вот она выглядит вот таким образом 4 и 4 звезды из двухсот двадцати девяти тысяч человек оценили больше пяти лет назад ее вот даже 2016 год был уникальный проект возраст 9 плюс есть встроенные покупки где может тратить деньги на какое-то обновление или усиление каких-то своих навыков героев в чем суть игры сейчас подробнее расскажу почему я в нее играю в эту игру как вы монтировать это так ну что вот внизу есть тут карточки с первого уровня игры здесь тебе дается там три карты и в конце уже около 64 что ли различных бойцов там каких-то сооружений заклинаний вот и ты составляешь из этих карт себе колоду из восьми вот я выбрал себе 8 картинок и и захожу вот в бой играю вот ищем противника противник ищется по всей стране не по всей стране по всему миру даже из разных стран из бразилии из италии китая вот нажимаешь на картинку запускаешь какого-то бойца он нацелено идет на башню противника здесь есть одна главная башня и 2 второстепенных вот и нужно как-то пробраться в башню противника и уничтожить ее у каждой карточки есть своя какая-то сила урона насколько она сильно бьет вот запустил какого-то мощного камня кидательного как называется сами сразу ударили и все в общем я не очень-то хорошо играю сказать честно на мою башню напали колдун атакуют молнию шаром здоровый дрессе петка не называет как-то ладно слишком слишком уже тонкие нюансы этой игры удача уничтожить башню вот сбоку здесь нарисованную корону пока счет 1-0 пользу красного и у каждой карты есть свой уровень там 14 вот у этого рыцаря 12 максимально 14 то есть собираешь карточки допустим 100 собрал и потом уже можешь улучшить уровень и твой этот боец будет бить сильнее и жизнь больше будет соответственно прокачивать свои картинки чтобы побеждать так же вот тут у башни короля есть свои уровни вот у меня 11 и у него 12 это тоже на жизнь влияет и на силу атаки стреляют пушкой а маленькие башни стреляют стреляют стрелами 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 я проиграл так то видите 14 14 в общем есть разные картинки разные бойцы ну поначалу конечно интересно собирать вот эти карточки потом когда собрал карточки потом ты их улучшаешь когда улучшил там у тебя еще есть еще уровне вот то есть идешь по опыту сколько опытов ты боев провел сколько побед в общем игра не знаю есть у меня конец или нету ладно да да один раз победить показать что это я не полный профан туда хотя эту кодом уровне уже застрял очень долго игра чем полезно вообще просто тратит время и напряжение снимает но вряд ли что оно начинает раздражать застрелы больше скорей прыгаешь начинает раздражать застрелы все поэтому ухудшается вот вот у меня нападает скелет огромный гигантский скелет большой как бы сказать это чтобы не говорить лишний слов на видео фейерверк опять его башню ломали идем дальше нападаем на его башню так какие еще вопросы могут быть ну просто да нападаешь на башню врага и должен его победить неважно там все три ну неважно что главную победишь не победишь главное хотя бы одну одну крепость сломать и получаешь одну корону один балл свою копилку и по итогу по окончании времени смотрится кого больше баллов тот и считается победителем есть три минуты или пять минут кто еще не помню но никто не смогу победить добавляется дополнительное время если в то время не смогли победить тогда уже считается по количеству жизней подняться вот 4 100 на маленькой 200 осталось раздролюли полоску правда 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 вот лучше играть и рассказывать бизона что ты такое никарагуа вот и никарагуя игрок был так пробуем еще разок но у меня цель сейчас вот я уже сколько играю ну вот полгода может скачал и играю сейчас у меня цель это задача в этой игре все ходил где провел потому что надо накопить сто тысяч монеток и выбрать повысить уровень бойца воительница целительница воин вот свечом по сути по сути конечно тут полный брей потому что я делаю играю в какую-то игру на телефоне в каком-то выдуманном мире кто-то еще за это деньги платит там что 500 рублей стоит супер подписка там какие-то эти привилегии даются а вот я одну башню взорвало все стало сдвинуть продержаться до конца бам взорвало что у дровосека который бегает с эликсировой ярости и образуется такой ареал который ускоряется в бойцов в округе расцепляет вот он 4 осталось на 16 за 700 осталось убей там жoph color эликсир x2 в этой игре есть такая шкала внизу эликсир называется чтобы запустить карту из колоды на поле чтобы потратить дот на дамикапельки на расстоянии от определенного количества энергии вот и у каждого участника эликсира поровну вот три коронах победил дают мне деньги монетки и сундук и плюс 29 кубков дали то что я победил в общий рейтинг монеты добавились 5278 кубков вот 100000 надо набрать вот у них тут указан здоровье исцеление бьет по земле дальнобойкость какая скорость что еще интересно рассказать так здесь есть кланы где мы с другими участниками из разных городов стран собираемся и общаемся в каждом деле проводится соревнования вы едете на корабле и сражаетесь ну точно такую же игру и просто брать и баллы и потом кто больше наберу за выходные получает какие-то призы там видеть монеток бонусов есть эмодзи там послать человечка не может как-то спорт на стрелы какой-то смайлик ему показать веселее было играть так проводится раза турниры да она закончился бонус на награду можешь получить за деньги получишь заплатишь там какой-то вот здесь есть 500 рублей специальная карта привилегии так мне надо еще набрать тридцать семь тысяч пятьсот 12 монет также здесь есть киберспорт то есть очень много участников уже играет но даже деньги то есть 50 тысяч долларов классно вот игроки из разных стран соревнуются что развивает игра но я думаю что полезно для первую очередь для развития логики потому что нужно обгадать что в карте что за карты у противника угадать его стратегию как он будет ими распоряжаться считать эликсир вот мы 10 потратил 3 допустил лучницу вот я работал последние полгода на заводе там играли мы в домино это очень слаб в этой игре но коллеги мои они рассчитывали там у кого какие домино какие-то варианты могут быть на руках то есть логика у них все более-более порядка отмечать мои поэтому я не могу выиграть тут уже какой день на дом уровне все игра почему такую игру выбрала всех это яркая красочная достаточно простая много времени не требует три минуты на одну партию сел сыграл и пошел заниматься ими делами когда уже нечего заняться можно подольше поиграть вот что еще рассказать то для тех кто проиграть и знал ничего не знает достаточно предостаточно как конечно игра который проводится кибер соревнования кибер соревнования ну чтобы побеждать на этих соревнованиях уже как и я напишу кибер тренироваться много времени могу уделять включению игрокам и так далее и так далее я вот практически для развлечения использованию конечно она не очень сильно развлекает настроение поднимает но отвлечься от дел это просто не дело было а убить время и другое отличное приложение вот как можно сейчас все не а 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 также есть бои с друзьями можно сыграть ну ладно вот такой вот обзор получился на игру clash royale а